здравствуйте друзья вот вопрос у меня для вас добрый день михаил я учусь на программиста уже на последнем курсе последние полгода изучал android программирования там так далее проходил короткую стажировку в компании но когда дело до что до более серьезного проекта понял что вообще ни черта не понимаю так и должно быть конечно это нормально первый вопрос есть ли смысл в такой ситуации переучиваться на тестировщиков в приоритете стоит задача получить такие навыки благодаря которым самое короткое время можно будет попытаться устроиться в американскую фирму и получить рабочую визу вот главное чтобы побыстрее я прям так либо просто пройти стажировку в америке после окончания вуза лично мое мнение что я могу временно временно переучиться на тестировщиков чтобы как можно быстрее уехать сша а далее уже понемногу учить android программированием и уже со временем сменить профиль ради более высокой зарплаты второй вопрос можете ошибаюсь и несмотря на нехватку кадров в области тестирования невозможно получить рабочую визу в сша не будучи очень крутым тестировщиком бывали ли случаи на вашем опыте когда человек с нуля изучал тестирование и дистанционно получал работу в америке с последующим переездом первая ассоциация друзья которая пришла мне в голову когда я читал вопрос это был замечательный паренек из вьетнама звали его чен ван шон ну то есть я не знаю сколько его было лет он был конечно нас всех постарше дело было когда я учился в институте связи в начале семидесятых середине семидесятых вот чен ван шон был вьетнамский студент он отличился в борьбе значит с ну для с кем они боролись там с американским империализмом и там сайгонским режимом он был коммунист маленький такой знаете может им отрицатель был я даже не знаю хорош такой добрый парень был учился на отличном они год учили русский язык а потом значит их раздавали по разным вузам его партия послала бы из тут связи чен ван шон по-русски говорил неплохо но так знаете специфика была в частности например он не темно у нас тут в частности он и так вот когда хотел сказать что чего-то бывает но редко бывает он говорил ему это вот есть там во вьетнаме там вот что-то есть но не бывает вот так вот есть но не бывает и вот это вот формулировка есть но не бывает у меня как раз и так вот пришла в сознание когда я читал вот этот вопрос давайте я переверну на улицу так как-то посветлее вам будет это мне кажется в салоне темно есть но не бывает то есть это относится к вопросу о том 2 вопрос да у него когда человек бывали ли случаи когда человек с нуля изучал тестирование и дистанционно получала работу в америке с последующим периодом то есть это правда такое вот возможно значит я вот к этому применил то есть наверное кто-то такой есть то есть сказать что никто никогда в истории не не прошел этим путем я не возьмусь не могу сказать что знаю кого-то но 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 не возьму сказать что это невозможно другое дело что для того чтобы человека забрали вот так с онлайн работы на h1b соответственно у него должно быть образование по специальности то есть не то что он там допустим тестирование изучал а он еще до этого закончил там где-нибудь компьютер сайенс или там тот же институт связи и где-то там поработал может провайдере в каком а может программировал чего а может там ну что то такое а там дальше он выучил тестирование ну конечно но какая у него база хорошая была это же не то же самое что он был парикмахером и там потом выучил тестирование на тех же самых курсов вот поэтому как бы принципиально исключить этого я не могу но сказать что это такой путь в которой можно себя инвестировать и как-то реалистично чего-то ожидать я тоже не могу то есть это нереалистично вот моя оценка такая нереалистично для первый вопрос у него был такой значит есть ли смысл потом учился на android программиста хотя сама по себе вот это вот название профессии меня занимает то есть они вообще программист он именно android этим как бы как бы отдельная профессия получается ну хорошо вот он учился и ничего не понял может его попроще чего да вопрос такой попроще чего но цели высокие так попроще но в америку но как можно быстрее но так вот но попроще конечно можно было бы сказать что если ты ничего не понял там в android программирование может быть ты в тестировании не обязательно что-то поймешь это не исключено но у меня другая логика в этом смысле значит начал учить там android программирования но уже даучи чё ж ты бросил то посредине ни один человек который курсы какие-то там заканчивает или даже университет ничего полезного произвести не может но это может быть ну крайне редкое какое-то исключение бывает обычно это связано с тем что он уже будучи студентом участвовал каких-то разработках и вот там по приноровился понимать а так тебя же выступить и не учат создавать проекты какие-то или там ну так это все-таки учебное заведение академическое вот поэтому но научись однажды значит android разработки сделал первый шаг но сделай второй сделай третий и доведи до ума тем более что все-таки из общих соображений да понятно что идея рабочей визы заключается в том чтобы привести в страну человека которого трудно найти в самой стране человека который там закончил курсы по тестированию у нас тут своих полно вот честно не то чтобы их там как-то не хватало после курса первое второе все-таки вся вся идея состоит том что это специалист специалист в отношении которого наниматель не государства государство просто проверяет что он обладает некоторой квалификации там на уровне образования вот такого плана значит предприниматель предприниматель компания менеджер говорят мы возьмем этого человека и мы готовы ему платить вот такие деньги эти деньги это называется привык ленту значит это вот как бы такая доминирующая зарплата вот на этой территории для людей которые выполняют вот эту работу привык ленту сейчас очень высокая очень прилично то есть нельзя привести человека на 40 тысяч или там на не знаю 50 лет это будет там 90 тысяч это будет 100 тысяч и так далее это приличные деньги поэтому фактически ваш вопрос сводится вот чему могу ли я по быстрому какие-нибудь курсики не сложные все сложные я что-то учил не понял ничего думаю на вот по быстренькому раз простенькая 2 и чтобы мне сразу нам дали тысяч что вот фактически в чем состоит вопрос кто даст вам 100 тысяч при том что у вас ну вот как бы да нет нет опыта нет каких-то знаний и так далее поэтому это это мы говорим про рабочую визу если мы говорим про работу удаленную то тут зависит значительной степени от вашего упорства то есть если вы будете упорно искать удаленную работу если вы не будете говорить дайте мне там столько до долларов а скажете сколько дали столько и спасибо надо назвать какую-то сумку конечно вы не можете сказать что дадите то и спасибо ну там назовете какую символическую сумму достаточно низкую пока не поработаете пока опыта не появится пока ну у работодателя не возникнет желания и основания для того чтобы вам побольше заплатить вот значит я думаю что можно да есть всякие фрилансовские там бирже где люди находят какую-то такую работу вчера я получил письмо от человека из казахстана он уже то ли месяц то ли два два месяца в нью-йорке живет и он рассказывает что они жили в городе там 600 тысяч населения у них не работала канализация в доме нет не то что она никогда не работала но она 20 лет назад еще работала под учет засорилась так никто и чинить не стал в общем вот как-то они там на двор бегали я не знаю очень интересная история и он набрел на наш канал и что-то у него в голове вдруг переключилась я думаю что там накопилось а наш канал просто вот был таким триггером бах щелкнул у него и он говорит а что такое и вот он пошел нашел контору которая его по визе l отправила в нью-йорк там что-то делать не знаю какая контора ничего но но просто потому что он начал думать об этом он начал думать об этом он начал что-то делать и пошло поехало значит то же самое здесь мы видим что человек уже думает да он ищет путь это все замечательно но он не должен искать путь как сказать как бы так проползти там под колючей проволокой понимаете вместо того чтобы ее снести к чертой матери эту проволоку и иметь мощность мощь такую чтобы проходить через любую колючую проволоку они там подкапываться или там как-то так вот получится не получится надо делать так чтобы точно получилось наверняка и единственный способ который в этом плане есть это решать сложные задачи ставить перед собой сложные задачи и соответственно решать сложные задачи поставил себе задачу стать android там программистом ну стань им но но это же не такая задача которая ну как сказать я я даже не знаю требует чего-то не невероятного от человека это обычная задача это нормальная задача всякие всякие элементарно нормальный человек в состоянии этому научиться понимаете поэтому но уже научитесь не не бросайте и мысль о том что тестером сша проскочить легче чем программистом эта мысль неправильно значит безусловно чем выше квалификация человека террасла тем проще ему решить эту задачу даже если человек тестирует он должен быть очень хорошим тестером во первых чтобы ему имело смысл платить вот эти там 100 110 120 там 100 130 140 тысяч во вторых это должен быть такой тестер которого сложно найти на местности то есть это человек который кодирующий тестер который использует инструменты автоматизации языки программирования и так далее поэтому я бы сказал так задача разработки android приложений не такая задача которую можно бросить в силу сложности если она слишком сложная вообще айти заниматься не надо это просто не ваша область забейте на нее и думайте как жить дальше без айти мое мое такое впечатление я не хочу никак у есть или обидеть людей которые пишут android приложения особенно те из тех из них кто там крут и там серьезные вещи делать и так далее безусловно там там это серьезная область я просто говорю о том что на начальном этапе до человек на начальном уровне то есть освоить азы там разработки android приложений азы это задача посильная всякому человеку который скажет себе я хочу этому научиться вот собственно и все учусь на программиста на последнем курсе а ну то есть все таки он учится на программиста android это так у него последнее ну хорошо значит у него фактически есть формальное образование в компьютер сайенс таким образом никаких технических препятствий со стороны государства американского не будет то есть если кто-то захочет взять его просто как выпускника да он получит свою визу но конечно с опытом больше шансов что его возьмут зачем у него диплом программиста у у тебя все в руках чуть-чуть осталось ну совсем чуть-чуть осталось но я даже не знаю мы все кто заканчивал там технические университеты свое время мы приходили на работу и нам говорили а вот делай вот это и выдумка чего это он такое имеет в виду понимаете это никак не соотносилось с тем что мы изучали в учебных заведениях например вот в тот момент когда я заканчивал закончил институт связи мы в институте изучали такую схема технику специфическую это не было электроника в современном как бы понимание вот а тут я прихожу в конструкторское бюро и там собственно диплом писал и мне говорят вот какие-то схемы дают а схемы такие прямоугольнички там с ножками какими-то цифра пошла цифровая схема техника мы не учили в институте связи цифровую схему технику но но мы учили другие вещи которые как бы сделали нас инженерами и уже как инженер тебе без разницы какая там эта схема техника но взял и сделал надо было сделал в этом состоит смысл инженера значит если ты программист тебе без разницы android приложение ты пишешь вот или или там я не знаю на айфоне или там носи пласт пласт там что-нибудь там front-end back-end базы данных без разницы ты же программист правильно и ну 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 совершенно невозможно и и для себя неправильно и другим людям объяснить почему ты программист и занимаешься тестированием сразу после института вот я я понимаю там у нас бывают женщины там уже ближе к полтиннику устали программировать и так они да тут еще под увольнение попали за них казна платит за курсы и они идут вот так подучиться им не хочется больше в таком стрессе находиться ну конечно но вы же еще и не попали в этот стресс товарищи о чем же мы говорим таком значит категорически выкиньте из головы мысль о том выкиньте из головы мысль о том что вы будете тестировать значит а скажите себе я иду искать работу как программист как выпускник значит ну вот я не знаю где вы живете за сказал бы там москва питер одно если он там где-то провинции глухой это другое но во всяком случае ну и значит если провинции езжайте куда-то не жайте в москву езжайте в питер работайте значит удастся сразу попасть в какую-то иностранную компанию замечательно не удастся поработать поработайте значит в отечественной потом перейдете опыта наберетесь но поставьте себе задачу набраться опыта не поставьте не ставьте себе задачу как-то так упроститься до предела такого и как-нибудь так вот дохленьким таким тушкой там чучелом не надо не тушкой не чучелом а наоборот полной грудью вдохнул и пошел и вот и все и станете приличным программистом что за проблема такая уже закончил университет заканчивает ну поэтому гоните дурные мысли скажите себе я заканчиваю университет я буду программистом я буду приличным программистом почему вы будете прилично потому что вы хотите этого потому что вы готовы работать над этим поэтому будете приличным программистом вот и не говорить себе не что вы хотите что-то по быстренькому не надо ничего по быстренькому вот как идет так идет откладывать не нужно но по-быстренькому через то, чтобы снижать квалификацию, снижать планку и так далее, не нужно такой быстроты вот я бы так сказал вот, наверное, и все счастливо